Гараж СССР, ретро-мототехника, абсолютно новый музей, входящий в комплекс Ленинского мемориала. История его началась в 2016 году с открытия одноименной экспозиции на территории усадьбы Дома музея Ленина. Первым мотоциклом, который был приобретен фонд Ленинского мемориала, стала «Ява» – самый современный и модный мотоцикл 80-х годов прошлого столетия. Его выпускали в Чехословакии. Экспозиционную модель своими руками собрал Андрей Степанов, создатель экспозиции и заведующий музеем «Гараж СССР» ретро-мототехника. Что касается этого мотоцикла 638-й, он являлся самым массовым и самым популярным мотоциклом в Советском Союзе, потому что основной потребитель мотоциклов «Ява» был Советский Союз. Мотоциклов «Ява» в Советском Союзе было поставлено около 1 миллиона штук. Мотоциклы «Ява» успешно выступали в спорте, в частности в мотокроссе и шестидневных соревнованиях эндуро. Особенно значительные успехи были достигнуты в спидвее и спидвее на льду. С 1971 года до конца 1980-х годов в Советском Союзе регулярно проводились слеты друзей «Явы». На слеты съезжались владельцы мотоциклов «Ява» со всей страны. В рамках слетов всегда проводились соревнования. Одно из них дал толчок к началу проведения чемпионатов СССР по мототриалу. Первоначально в экспозиции были представлены чуть более десятка мотоциклов. Они вызвали большой интерес у посетителей. И Ленинский мемориал стал расширять эту коллекцию. При создании этой выставки, этого выставочного павильона, нам оказало очень большое содействие Ирина Львовна Зубова. Это дочь прославленного мотогонщика Ульяновской области Льва Петровича Ерохина. И в этом зале представлена и история ульяновского мотоспорта. В 70-е годы прошлого столетия даже дети играли в Ерохина, изображая мотогонщиков. Лев Ерохин был чемпионом СССР по ипподромным гонкам. Это звание он получил в очень непростое время и в непростой борьбе. Чемпионат проходил в Таллине, в столице Эстонии. Главный соперник Ерохина был эстонец Бомбола Хельм. Четвертьфинал он немножко уступил Хельму на 5 секунд. А в полуфинале у Льва Ерохина не завелся мотоцикл. Он не смог в нем принять участие и был откинут в заезд надежды. В заезд надежды он выиграл, но не без потерь. Отскочил камень, попал в трубку, у него начал течь одна из трубок мотоцикла. Он заклеил ее обычным пластырем и стал принимать участие в финале. В финале он немножко отставал, но решился на очень опасный маневр. Он по внешней дуге обогнал лидирующую группу и победил. Льва Ерохина носили просто на руках. В Ульяновск Лев Ерохин вернулся в 1970 году, в год столетия со дня рождения Ленина. На этом его карьера гонщика не остановилась. Он был успешен и в ледовом спидвее. В выставочном зале музея подробно представлена его история. Истории других уникальных экспонатов музея смотрите в следующем сюжете. Ирина Антонова, Александр Кудряшов. Новости Управда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова